Друзья, всем привет! Сегодня мы находимся в Скандинавии, в северной ее части, и сегодня мы покажем вам, как застройщик здесь все построил. И если вы хотите купить в этом комплексе квартиру, в северной части, в центральной части или в южной части, обязательно досмотрите этот выпуск до конца. Будет очень интересно, и мы покажем вам, как реально здесь все построил застройщик. Не как он на рендерах обещает, а как по факту есть. Пойдем. Сейчас мы находимся вот здесь вот, и пойдем по линейному парку, посмотрим, как там все застройщик облагородил и сделал. Пройдем мимо школы 2070, обязательно зайдем в несколько дворов, выйдем к мумитролям, потом посмотрим на сухие фонтаны, которые сделал застройщик, они здесь очень красивые. И дойдем до центральной части, которая на данный момент сейчас только строится. И сразу мы видим здесь вот эту проезжую часть, такой некий центральный бульвар, это не пешеходный, но здесь ездят машины. И мы здесь видим, что очень много коммерции вокруг. Это буханки, бургеркинги, аптеки, канцелярия, магниты, пятерочки. Вот все абсолютно здесь, кафешки какие-то классные, все абсолютно здесь есть в шаговой доступности в плане вот этой инфраструктуры. Вам не нужно куда-то выезжать за пределы района, если вы здесь живете, будете здесь все и находить. В районе реализована вот эта крутая разновысотная архитектура. Все одно в другое перетекает, но при этом все максимально на разных высотах. И вот там мы видим детскую площадку, может ваш ребенок сверху играть, может снизу. И там очень классные есть воркаут-площадки и арт-объекты. А также, кстати, мы видим здесь очень большую школу, вот пожалуйста, да. При ней же детский садик, внутри есть два бассейна, очень крутая большая школа. Пройдя вот оттуда, как раз мы спустились по мосту, здесь протекает у нас ручей. И тут опять же у нас детские площадки, которые все так дети любят. Здесь у нас арт-объект, олень, которого обожают дети. И сейчас пойдем мы вон туда и посмотрим, как там реализована линейный парк с прудиком. Смотрите, как много площадок воркаут здесь, пока мы ходим. Вот еще одна воркаут-площадка, причем это не только такая площадка для... Ну, поставили какие-то тренажеры, может быть, кто никогда не подойдет. А здесь реально хорошие тренажеры, на котором люди ежедневно приходят, тренируются. И вы заметили, какие здесь широкие бульвары прогулочные. И дворы здесь без автомобилей, поэтому здесь так много всего сделано для людей. Но там у нас красивый пруд, здесь еще другие различные площадки. Пойдемте к пруду спустимся. Покрытие не скользящее, если дети здесь будут бегать, то тоже все будет в порядке. И вот такой здесь у нас пруд шикарный. И мост, который связывает. Это все создает такую чудесную атмосферу. Кстати, обратите внимание, все деревья, которые можно было сохранить, вот сохранили, пожалуйста. То есть такой нету, каких-то каменных джунглей здесь этого не чувствуется. Ощущаешь себя очень комфортно. Здесь хочется пойти и погулять. А за моей спиной здесь строят многофункциональный центр. Там будут торговые центры, машиноместа, которые делает застройщик дополнительно. И кладовые помещения для людей, которые здесь поблизости живут. Друзья, если вы смотрите этот ролик и смотрите, как у нас здесь, в Скандинавии, все красиво. Вы наверняка здесь хотите купить квартиру, да, там, у застройщика А101. Я подбираю эти квартиры. Если вы мне напишите в WhatsApp по телефону в описании, я вам с радостью подберу вариант. А также я гарантирую, что купив через меня, вы получите самые выгодные условия. Потому что я знаю все скидки, акции, а также гарантирую бесплатное бронирование для вас. Несмотря на то, что здесь дворы незакрытого типа, есть, да, много где, вот около таких домов башенного типа. Все равно здесь машин нет, очень комфортно, дети играют. Снова воркаут у нас в площадке. Много зон отдыха для людей. Там вечером посидеть в особенности очень комфортно. Здесь мы видим также детский садик. Очень крутой, хороший, красивый детский садик. И школу. Очень хорошая школа с IT-полигонами, кулинарными классами, амфитеатрами, кинотеатрами. В общем, чего там только нет. Это реально крутая школа. Еще обратите внимание, что вот всякие пекарни, ногтевые сервисы, озоны, валбересы. Это все здесь на каждом шагу. Управляющая компания здесь А101 Комфорт. То есть застройщик А101, и он же обслуживает эти районы. Ну, то есть все, что он построил, он же и обслуживает. Обслуживает очень хорошо. Зимой все почищено, все убрано. Как вы вот видите, мы ходим здесь, и все абсолютно чистит. И нет никаких бычков, мусора, ничего. Все растения подстрижены, ничего не торчит. Еще хочу обратить внимание, что все вот эти дубы многолетние, они сохранились. То есть они идут там, 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 там. Кстати, один дуб там умер, к сожалению. И застройщик приехал, и новый свежий дуб молодой высадил. Тут на первых этажах, помимо того, что всяких много булок, озонов и пекарей, есть еще вот такие вот центры Play Today. Туда вы можете прийти, ребенка отдать, чтобы он там поиграл, а вы немножко отдохнули. Потому что там внутри реально очень-очень классно. Там большая игровая территория, стоит вообще недорого. Отдали ребенка, он там играет, вы наслаждаетесь отдыхом. И вот мы дошли до площади. Здесь мы видим вот такой вот шатер. В нем устраивает образовательное бюро Лернти от компании А101. Бесплатное мероприятие для жителей района, именно для маленьких детей. В прошлый раз здесь они какие-то стулья делали, что-то в этом роде. На самом деле здесь тоже мероприятие проводят, но иногда используют и эту площадку. И вот так вот выглядит центральная площадь с моими троллями. Вон там сухие фонтаны, там дальше качели, грибы. Мы сейчас это пойдем и туда все посмотрим. Но вот на первый взгляд обратите внимание, как люди себя комфортно чувствуют, расслаблено, с колясочками, все с детьми. Вообще это такой семейный район. То есть если у вас ребенок, то однозначно вам вот этот район стоит рассматривать. Вам будет здесь очень комфортно. Здесь мы видим декоративные вот такие вот арт-объекты. Они служат просто для красоты и чтобы, допустим, дождь идет, чтобы можно было там укрыться. Вот такие вот арт-объекты по сказкам Туваянсен. Сухие фонтаны. Вечером это место притяжения детей, здесь дети прям вот просто невероятно любят покупаться, поотдыхать, что-то с водой поиграть. Очень красиво. Причем вечером это все дело с подсветкой. И тут мы видим дальше еще и торговый центр. То есть если у вас, если нужна куда-то торговый центр, пожалуйста, небольшой здесь. Здесь очень крупный перекресток есть. Очень комфортно, можно сходить там покушать, что-то сверху купить. Там есть какие-то секции наверху уже сделали. То есть чего там только нет. И обратите внимание, да, на бульваре какие есть шикарные кафе. Во-первых, есть цветы. Во-вторых, есть семейные кафе. Очень вкусные. Я там был. Дальше там опять же озон у нас, фитнес-студия. В общем, чего там только нет. Кстати, фитнес-зал есть недалеко отсюда, вон там. Я его не показал, но он там находится метров 300 отсюда. Детские сады и школы здесь действительно на каждом шагу. Вон, пожалуйста, еще один детский садик. Открыли совсем недавно. Это уже ближе к центральной части мы подходим. Сейчас мы пойдем еще дальше. Вот туда. Там мы увидим грибы декоративные, да, по сказкам тоже Тува Янсен. А мы метроли еще. Кстати, отсюда видно еще один озон открыт. Валберес озон здесь тоже на каждом шагу. И там качели. Очень удобные. Можно прийти вечером покачаться. Ну, не только вечером. Пойдем посмотрим. Кстати, еще одно очень хорошее место могу вам порекомендовать. Сытый барашек. Вот не хуже, чем вот где-то в центре находиться. Вот атмосфера там классно. Очень вкусная еда. Рейтинг этого заведения 5.0. Я туда не раз сходил сам и крайне рекомендую. И еще, друзья, если вы планируете здесь приобретать квартиру, напишите мне. Я вам могу организовать экскурсию по данному району и вам все здесь показать вживую. Это абсолютно бесплатно для вас. И вы сразу поймете, вот своими глазами прочувствуйте, каково здесь вам в будущем жить. Друзья, ну и подошли мы, получается, к концу вот этого бульвара. И дальше этот бульвар будет перетекать уже в центральную часть. Взгляните, пожалуйста. Вон туда. Там еще дома строятся, проход закрыт, но скоро его откроют по центральной части. И я отдельный ролик сниму, чтобы вы могли посмотреть, как там уже сейчас и что там будет. И нам осталось зайти еще в клуб Лёртнити. Зайдем, обязательно покажем. Это бесплатное бюро для развлечений детей для вас. И дворы еще посмотрим. Пойдем. Для детей во дворах здесь прям раздолье. Посмотрите, какие песочницы классные. И всякие разнообразные штуки, которым можно здесь что-то делать. Там что-то крутится. Вон там, да, попрыгать можно на батуте. Здесь покачаться. Воркаут площадки. Там покачаться. Гамак. Реально крутые дворы. Ну, то есть, кто бы что ни говорил, дворы здесь крутые. Кстати, насчет подземного паркинга. Подземный паркинг сейчас вот в новой, там, где вот можно купить квартиры, там он практически везде. Так же, как и кладовки. И, раз уж затронули тему, дома здесь монолитные. И они здесь, обратите внимание, небольшие. И вот эта разновысотная архитектура делает вот здесь вот нахождение приятным. Здесь ничего не давит на тебе на голову. Друзья, если у вас колясочка, маленький ребенок, то ходить в подъезд одно удовольствие. Вся среда безбарьерная. По территории тоже безбарьерная среда. Нет никаких ступенек лишних. Здесь тоже вошли. И вот тут мы видим колясочную зону. Здесь коляски не оставляют. Коляски в основном оставляют на этаже. И у нас сейчас на этаже четыре коляски хранится. И никто никому не мешает. Подъезды широкие. Дальше, если мы пройдем, то тоже вся среда будет безбарьерная. И очень комфортно перемещаться с колясками, с самокатами, с велосипедами. Так что здесь подъезды очень комфортные. Помимо центральных бульваров, есть вот такие вот дублирующие, кстати, бульвары. Вот мы вышли сейчас из двора и сразу попадаем на дублирующий бульвар. Здесь тоже все оборудовано. Кстати, обратите внимание, что здесь строится храм. И за храмом там, вон, мы видим сразу лес. Это Бутовский лесопарк. Очень-очень большой лес. Можно туда пойти погулять. Вход в лесопарковую зону находится рядом с офисом продаж А101. Мы можем здесь с вами встретиться. Здесь большой макет. Я могу вам здесь все показать, где что находится, а также подобрать квартиру, которая будет непосредственно вам комфортна для жизни. И вот то, о чем я говорил. Вива А101 – это как раз и клуб Лернити для детишек, и клуб соседей. Там можно сходить в кино посмотреть, детей на всякие мероприятия сдать. Они частично бесплатные. Частично там стоит 3 копейки, 500-600 рублей. То есть это очень удобно. Заходили на маникюр пойти. Вот мам, муж ваш работает. Привели сюда ребенка, смотрели, что мероприятие есть. Записались на маникюр. 2-3 часика его здесь развлекают, а вы маникюр делаете. Круто? Круто.